Ну, может быть, даже, ну, если вот по поводу остальных трёх я как бы не сомневался читать или нет, то по поводу вот этого я, честно говоря, до сих пор сомневаюсь, потому что оно, ну, очень-очень-очень внутреннее. Но, ладно, раз уж пришёл, в конце концов, 10 лет этого не делал, всё-таки искренне надеюсь на правильное его понимание, потому что, возможно, что практикующие психотерапевты в этом стихотворении найдут анамнез. У него даже нет названия в этом стихотворении. Ну и что? Что весна снова мимо проходит, и веду я себя, как еврейский пастух. Видно, люди, как я, нынче просто не в моде. Просто мал я ещё. Всё. Поживу, подрасту, выйдет солнце с луной, я добьюсь своих целей, моё время придёт, все вокруг говорят. Только как самому в это тоже поверить, если вижу дорогу, но только назад? Я разбит, я раздавлен. Ой, блин, как банально. Да так будет не вечно, и что-то придёт. У меня не бывает, что просто нормально, если я всех умней. Кто же это поймёт? Ведь вокруг имбецилы с почётным эскортом. Все тупые, как больно на это смотреть. Денег нет, это плохо. А деньги испортят. Я ребёнок, который не хочет взрослеть. Нет резервов, чтобы что-то серьёзное улучшить. Всё попробовал. Баста. Фантазии нет. Я не то чтобы враг. Я здесь просто не нужен. Но и мне здесь никто. Очень важный момент. Так не жди меня, мама, хорошего сына. Я запутался. Лучше уж, если умру. Завещание есть. Где же эта машина, что раздавит меня? Сам, увы, не могу. Всё вокруг как-то не так. Всё вокруг как-то слишком. Но что хуже всего, я-то знаю, что прав. Ведь всё делаю так, как написано в книжках. Соблюдаю законы, порядок, устав. Видно, жизнь — это всё же немного не это. Но тогда эта чёртова жизнь не по мне. Я, наверное, заброшен с рождебной планеты. Эй, вы там. Заберите обратно к себе.